Всем всем привет, с вами Клеопатра. Начался новый 2018 год, и это значит, что начинать его нужно, конечно же, с хорошего. И сегодня на примере своего клана Dark Masters я вам скажу секрет того, как сделать хорошую серию побед войны на текущий момент в нашей с вами любимой игре. Сейчас серия побед в моем клане составляет 23. Последний месяц мы с ребятами упорно трудились для того, чтобы не потерять эту серию, и к Новому году, чтобы она сохранилась и радовала своей цифрой. Мы играем в основном КВ составом 15-25 человек, составы всегда разные, варьируются в зависимости от того, кто на текущий момент свободен, у кого нет лежачих героев и кто может играть в кланваре. В принципе, все как у всех, и, казалось бы, какой здесь может быть секрет. Но, конечно же, секрет в этом есть, и какой именно, я расскажу чуточку позднее. В последнее КВ в 2017 году мы играли против довольно интересного клана из Сербии. Клан был интересен тем, что у клана есть свой ютубер на 12 тысяч подписок. Соответственно, мы ожидали довольно сильных атак, весьма интересных атак, но, к сожалению, соперники немного нас разочаровали, поскольку счет был 58-47. Они не закрыли не только наших топов, но и не закрыли даже наши тахадеи. Ожидали, конечно, большего, но, тем не менее, спасибо за красивую игру и спасибо за адекватное поведение. Очень порадовали комментарии сербов под моими видео, где ребята желали нам успехов и удачи. Это было реально очень здорово, мы в ответ сделали точно так же, и вот эта дружеская обстановка весьма-весьма нас порадовала. Что касается нашей страны, мы не забрали две звездочки с ТХ-11 и с ТХ-10. А теперь давайте поговорим про баланс. В этом КВ у соперника был один ТХ-11, три десяточки, одна из которых 9,5 и далее, соответственно, девятки. Самый-самый низ это был ТХ-7 в одном экземпляре и также внизу находились некоторые девяточки, которые, кстати говоря, можно было снести с помощью ТХ-8. Зачем же я об этом всем говорю? Об этом, конечно же, тоже я скажу чуточку позднее. А пока что давайте посмотрим, как с помощью восьмерки сносить вот такие начальные девятки, у которых уже есть королева, но при этом весь деф от ТХ-8. Возможно, более прокаченные, нежели на ТХ-8, но, однако же, здесь нет арбалетов. И, конечно же, такие базы сносить лучше всего не воздухом. Драконы на этих базах очень тяжело прокатывают, потому что они сносят, да, практически всю базу, но в итоге Теслы, к примеру, либо же какие-то остаточные строения дефа все-таки пересиливают и драконов просто не хватает. Мы пробовали сносить эту базу драконами, не хватило буквально несколько процентов до победы. А вот что касается наземных армий, то Гоу Хо, либо же Гоу Хо, это самый лучший вариант для вот таких планировок, которые чуть-чуть сильнее, чем ТХ-8. Если вы идете с помощью Гоу Хо, то делайте аксен, конечно же, на хогов. Все зелья, это три хилы, должны ложиться именно на хогов и не идти на предзаход. Если же вы идете с помощью Боллера к Ланкасли, то, конечно, вам нужен рейдж, и там уже идет гораздо больше упор на первичный заход. С помощью него вы должны снести как можно больше всего, чтобы хогам осталось только добить. В этом разница, но, опять-таки, какой вариант выбрать, зависит только от вас, от ваших предпочтений и от того, что вам больше нравится. Если же теперь вспомнить про секрет того, как сделать такую красивую серию, то все дело в балансе. На самом деле дисбалансеры, которые ранее ценились на весь золото и все хотели к себе в клан дисбалансера, и, казалось бы, сейчас, где можно использовать банки с игр кланов и делать вашего дисбалансера с дефом от ТХ-8 по войскам, как ТХ-11, и сносить все, честно говоря, уже не актуален. Если, естественно, вы хотите сделать хорошую серию. Все дело в том, что как только вы берете хотя бы одного дисбалансера, то у вас сразу начинается очень лютый перевес, и какие-то механизмы в подборе атак на КВ ломаются. В итоге это дело заканчивается тем, что на вашего одного-двух дисбалансеров приходится сразу 10 очень сильных у соперника. Что касается моего клана, то мы никогда не приветствовали дисов, их не брали на КВ, и в итоге сейчас, как вы видите, мы имеем весьма стабильные кланвары. Ну а что касается этого КВ, то давайте посмотрим на статистику. У соперника был один ТХ-11, три десятки, одна из которых ТХ-9, то есть без инферно, 15 девяточек, ни одной восьмерки и одна семерка. Теперь давайте посмотрим на нашу сторону. У нас был один ТХ-11, две десятки, 13 девяток, 4 восьмерки и ни одного ТХ-7. Да, немножечко есть дисбаланс, но опять-таки такой дисбаланс, он идет и в одну сторону, и в другую. У соперника была семерка, у нас сумерок не было, были восьмерки. Но зато у соперников больше девяток, но опять-таки эти девятки, некоторые из них можно было покрыть спокойно восьмерками, но все остальные были слабенькие и без арбалетов, там любая девятка бы тоже, конечно, справилась с первого раза. Что касается ТХ-11, то здесь не пришлось даже прибегать к помощи десятки, потому что девятка смогла спокойно ее закрыть. Поэтому, опять же, возвращаясь к теме серии, если вы хотите сделать действительно хорошую серию в своем клане, то полностью избавляйся от дисбалансеров на КВ. Такие аккаунты действительно не принесут ничего хорошего, поскольку в определенный момент вы в любом случае словите клан, в который дисбалансеров будет либо больше, либо они будут сильнее, чем ваши дисы. Поэтому мой вам совет, если хотите действительно хорошую серию, убирайте полностью дисов, делайте абсолютно ровный состав. Конечно, можно оставлять половинчатые ТХ в районе 8,5-9,5, но опять-таки это не гарантирует того, что у вас не будет дисов. Желательно убирать полностью любые, даже половинчатые аккаунты, оставлять только цельные. Эта гипотеза проверена не только моим кланом Dark Masters на протяжении 23 КВ, но еще и моим академам Dark Masters Light, который пытался брать дисы до того момента, пока им не надоело проигрывать против еще более лютых дисов. Ну и, конечно же, многие мои кланы знакомые также тестировали это и говорили, что да, действительно этот метод работает. Но мы переходим к следующей атаке. Весьма интересная атака была от Егора, человек, который совсем-совсем недавно перешел из академии в основу и, честно говоря, показывает очень хорошие результаты при игре с Квенохилом. Здесь был шикарный Квенохил, мало того, что здесь отличное владение королевы, так и здесь еще и весьма интересная атака с помощью драконов. База тоже очень своеобразная, все ПВО находятся наверху вместе с Квеной. Клан Кастл в центре, внизу у нас сектор с арбалетами и также внизу расположены башни лучниц, башни магов. В общем, в итоге получается, что база симметричная, но база очень необычная по своему строению и, честно говоря, здесь даже сложно понять, откуда заходить. Изначально Егор расчистил всю правую сторону, запустил королеву, запустил бомберов, которые изначально не очень удачно открыли забор, но, опять-таки, пользуясь тем, что у него здесь есть рейджи, бомберы в итоге дошли куда нужно, несмотря на то, что половина свернула в сторону, но под рейджами, как вы знаете, усиливается сила любых войск и, соответственно, один бомбер может сделать гораздо больше, чем нежели если бы он был без рейджа. Соответственно, все равно забор у нас открылся, расчищена у нас уже правая сторона, два ПВО снесены, королева снесена и клан Кастл убит. Наверху мы запускаем короля вместе с боулерами, как вы уже догадываетесь, вся верхняя часть будет подчищаться именно им. А вот что касается нижней стороны, туда мы выпустим как раз-таки драконов и вместе с шариками начнем забирать весь нижний фланг. Королева пройдет через центр базы, заберет верхние ПВО и также боулеры там тоже помогут разобраться, в то время как кинтанкует. Я считаю, что очень интересное решение для такой базы, необычное, экстраординарное и действительно получилось очень красиво. Субтитры делал DimaTorzok Едем дальше. Следующая атака у нас будет от Саида. Атака очень интересная, несмотря на то, что атака выполнена стандартным Го-Хо. Заход у нас с нижней стороны, база весьма своеобразная и вот что касается клана сербов, мне очень понравилось, что у них были интересные расстановки. Было ощущение, что играешь на дуэли, но соперники немножечко не подготовились либо уже расслабились к Новому году и атаковали не так активно, как нам бы, наверное, хотелось. Но что касается расстановок, никаких претензий тут нет. Расстановки были весьма реально интересные и было над чем подумать. Что касается атаки Саида, то Саид очень аккуратно расчистил всю правую сторону, буквально тратя каждого мага именно на то строение, куда магу необходимо пойти, а не раскидывая хаотично, как это обычно любят делать. Далее, после такой аккуратной зачистки, наши войска вместе с големами зашли именно в тот сектор, куда это было необходимо. Далее големы танкуют клан Касл, мы накидываем яд, убиваем КК и запускаем с верхней стороны хогов. Что в итоге получается? У нас герои вместе с големом проходят в центр, расчищают весь центр, а в это время с верхней стороны мы накидываем хогов. Забрасываем первый хилл в районе арбалета, также подкидываем хогов с 11 часов в сектор, где находятся Теслы. Значит, Саид немножечко поторопился и бросил яд сразу на короля, не дождавшись возможных скелетов из шкафа с левой стороны, где Тесла, которая как раз-таки там и появилась. В идеале, конечно, нужно было бросать яд так, чтобы он покрывал и скелетов, и кильга, однако же хилл слева разрулил ситуацию. Далее Саид кидает хилл в правую сторону, скорее всего это был мисклик, но тем не менее хилл ему здесь даже не понадобился, и даже предпоследний хилл по сути здесь был лишним, потому что даже без него хоги бы спокойно расправились. Атака очень аккуратная, предельно точная, атака продумана до каждой мелочи, вот именно таким и должен быть настоящий голхо. Отдельное спасибо за такое красивое КВ клану из Сербии, ну а я же надеюсь, что вы поняли, как нужно строить состав своего клана на Клан Вар, для того, чтобы у вас не попадались дисы, и чтобы набить действительно хорошую серию. Ну а все, кто уже испытывал мою гипотезу на практике, или же для тех, кто только хочет ее попробовать, пишите в комментарии, что вы думаете об этом, как у вас, получается ли у вас такое или же нет, ну и конечно же ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и хороших вам воин. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok